Доброе утро, дорогие друзья! У нас новый день. Сегодня, знаете, погода такая, уже не слишком яркое солнце, нет дождя, такие облака плывут, я бы даже сказала, уже летние, такие светлые, белые. Всё там распускается за окошко. Может быть, всё-таки удастся пойти погулять в светлое время дня и показать вам. Но это просто буйство, знаете, вот распустившихся почек. Конечно, некоторые деревья чуть позже распускаются, ну, прям вот, даже прям под окном. Сейчас вам в окошко покажу, как это выглядит. И, надеюсь, догуляем до улицы, тоже вам всё покажу. Вот, не знаю, видно вам или нет, вот это дерево под окошком. Кстати, не помню, что это за дерево. У него такие большие почки распускаются. Клёж приблизила, вот, наверное, видно вам, такие крупные. Из них, из всех уже такой пучок зелёных листьев выглянул. Травка там на улице, она прям реально зелёная. И вот там сныть уже прям колосится, на клумбах разные цветы, но отсюда не видно. А вот берёзка под окном, тоже не знаю, видно вам или нет. На ней такие тоненькие листики показались и новые зелёные серёжки. Ну, вот даже не знаю, мне так в окошко камеры прям совсем плохо видно, но в живую глазом очень красиво распускается берёза. Начинаю своё утро с приготовления завтрака. Я вам его регулярно показываю, но просто хотела поделиться, что я сейчас хорошо худею на этом питании. И вот прям супер работает, и вот это вкусно. И, знаете, я не скажу, что это слишком дорого. Ну, так, это более, может, дорогие продукты покупаешь, но не так много, так как только на себя. И эффект очень хороший. Вот, значит, смотрите, это моя так называемая кашка, но здесь нет ни молока, ни крупы, ни сахара. Здесь палеогранола, ну, то есть здесь смесь семян. Семена чия, кунжута, два вида льна, тёмной, светлой. Ягоды годжи такие сушёные, причём я это всё отдельно смешиваю, так получается дешевле, чем готовая такая смесь. И ягоды. Я покупаю голубику и малину, замораживаю сразу в морозилке, чтобы не портились, и по чуть-чуть утром в кашку добавляю. Но стоит, настаивается, вот уже начала загустевать, хотя только засыпала. Ну, это вот семена чия, такой вот, как бы загустение дают. Они сейчас будут настаиваться, и тоже очень важно выбрать хорошее. И всё это в кокосовом молоке, и очень важно выбрать хорошее. Знаете, я для себя вот это нашла, в перекрёстке у нас продаётся, очень качественно, оно такое жирненькое. Вот видно, что оно такое, ну, как, близко к сливкам. В нём много кальция, в семенах кунжута много кальция. Так что, ну, как бы, я не ем, да, творог, но кальций получаю из-за растительных продуктов. Здесь у меня тоже обязательная часть. Ну, здесь могла бы, наверное, вместо этого бутербродика, это у меня, гречишный хлеб. Не, нельзя хлеб никакой, но вот только гречишный хлебец можно. Чуть-чуть, иногда, там, раз в день, один. И на него я намазала риет. Знаете, он у меня вот такой. Я риет им не часто использую. Вот, риет лососевый с мягким творогом. Но я только на утро себе иногда разрешаю, потому что здесь больше лосося, чем творога. Вот, ну, вообще, я стараюсь просто рыбу или яйцо, что-то, или креветки, вот такое использовать. Или фрикадельки иногда какие-нибудь. Вот. Ну, в общем, какой-то белок такой обязательно у меня идёт. Ну, желательно, чтобы всё-таки было какой-то животной. Просто мне сейчас надо белок восстанавливать. И здесь, значит, у меня салат. Салат фруктовый. Здесь зелени много, зелёный. Здесь у меня кейл и рукола. Здесь у меня авокадо, киви. Сегодня у меня, я бы не оказалась, закончился грифрут. Ещё обычно грифрут добавляю. И семечки кедровые. Вот, у меня в последнее время только такого плана завтраки. Они как-то мне вкусны, мне нравятся. Вообще, мне всё, что только можно сладкое, можно на утро. То есть, завтрак у меня максимально такой объёмный и сладкий, и сытный. А обед уже поменьше, а ужин самый маленький. Всё полила растительным маслом, мне кукурузное можно. И полила лимонным соком. И ещё вот в такой вот стаканчике полила воды и засыпала смузи. Я вам несколько раз говорила, да, что готовлю его из такого пакетика. Вот сегодня у меня вот этот. Малина, яблоко, свекла, чия. Ну, семена чия такое загустение даёт. И вот эти вот фрукты, ягоды, овощи. В общем, такой смузи. Мне нравится и по вкусу, нравится и по эффекту. И смузи мне можно на утро. Вчера я пекла три новых кулича. Я вам в прошлом видео всё показала. Вот, этот кулич я для последней, который остался. Представляете, уже все пасхи, обе две съели за один день, естественно. И два кулича смолотили за один день. Очень вкусный кулич. И вот этот я последний оставила, украсила вот тем самым крем-чизом. Здесь сыр маскарпоне сливочный, немножко сливок добавила, всё это взбила. И сахарная пудра тоже с этим взбила. Ну, и сейчас, знаете, на глазок добавляла и чуть-чуть попробовала, ну, чтобы достаточно такой приятный был вкус, неприторный у крема. Ребятам очень нравится. И сам такой кулич, ну, знаете, он как кекс. Он с этим, с белым шоколадом, с сливочным сыром. Такой сливочный кекс, я бы сказала. Вот, с таком вкусным вот кремом, который режешь. И он, ну, не ломается, не отваливается. Он, ну, как на торте, остаётся сверху. В общем, вот я ребятам для обеда приготовила. Они остатки вчерашнего съели на завтрак. Так вот, я им уже подготовила следующую порцию на обед. И за Колей, папа нам нужен. А, сейчас папа идёт у вас ходить. А, Ванюшка, ты твоя последи. Ребята по очереди следят за Колей с папой. Все, да, вчетвером вы, да, играете. Это танки, да? Да. Да, вот такая вот игра. В World of Tanks. Я ему впервые вчетвером. Впервые вчетвером, да. До этого вы как-то всё тут вдвоём, да, то втроём. Втроём. Давно. Давно играли. Ну, сегодня у нас выходной, папа дома. Папа вообще многостаночник. И всех завтраком накормил. И играет, и за Колей смотрит. И починил жалюзи, сломавшуюся на окошке. Папа вообще у нас герой. Ну, в общем, вот тут, видите, всякие танки, которые можно покупать. И у каждого тут базы, которые надо защищать. И на которые нападают. Я хотела погадать, сколько у Вани базы. У Вани? А Ваня какую-то получил? Не, у Вани только штаб остался. Штаб остался. Ну, вы молодцы, да. Ребята тут нападали активно. Папочка-герой с Карапоточем. Ну всё, я пошла завтракать. А тут идёт игра. Вань, помоги Ваше разложить всё для новой базы. Несмотря на то, что меня все убивали, я выиграл. Вышли мы на прогулку. Идём всей семьёй. Ну, так, немножко в разных, так сказать, компаниях. Вася с Мишей впереди на самокатах уехали. Мы с Мариной Львовной идём следом. Она чуть вперёд проехала с Колей, с колясочкой. А я тут подзадержалась. Хочу вам поснимать распускающиеся почки деревьев. Распускающиеся цветы, травы. Вот так красиво. И это так, вот знаете, ну вот раз в году так бывает. Весной я очень люблю наблюдать за вот этим пробуждением природы. И хочу для вас немножко поснимать. Вот какое у нас буйство зелени на улице. Это здесь, наверное, нарциссы, ирисы, тюльпаны. А вон там такие росточки красные. Сейчас я приближу, покажу. Вон те вот красные росточки, это будут пионы. На деревьях почки раскрываются. Не на всех, конечно. Вот на этом, видите, такие крупные почки. Раскрылись достаточно крупные, но ещё вот не все. А это куст, по-моему, смородины. Посмотрите, сколько почек вообще такое прям. Вау. В общем, тоже распускается. А под кустом сныть уже. Смотрите, какая молоденькая. Как-то я знаю, что из снытья можно делать салат из молоденькой. Но, конечно же, в городе никто такую не собирает. Вот посмотрите здесь, какие почки раскрылись прямо крупные. Даже какие-то внутривидные соцветия таких цветочков зелёненьких. Так что скоро это дерево, наверное, зацветёт. В общем, весна, весна. Всё зеленеет, всё распускается, жизнь начинается и продолжается. И вот смотрите, не знаю, видно ли на камере, какая дымка зелёная. Сейчас над оврагом там, где деревья. Очень красиво. Вот там у нас футбольное поле. И все уже футболисты активно играют. Всё давно растаяло. А вот берёзку я поближе заловила. Не знаю, видно ли вам. Видите, какие новые серёжки зелёные у неё. Такие нежные. И листики уже вовсю раскрываются. Так что скоро-скоро будет зелёная берёзка. Мишка, покажи, чего умеешь на своём самокате делать. Я умею вот так. Моги. О! Я умею. О! Вообще, Мишка на трюковом самокате упражняется. Ух ты, ничего себе! Вот такие круговерстые. Он такой крепкий, кстати. И отличаются более широкими ручками. Ещё я люблю наём. Вот так. Вот так. Вот так что идём, идём. Да, ещё вот. Это не надо. А тут, смотрите, какой цветущий палисадник. Вообще, прям красота-красота. Вот мне надо вот такие посадить на лето. Ох, сколько цветочка. Красиво. А вот Андрюшка нас догнал. Мишуля там с самокатом. Мы пытаемся самокатить и занимаемся спортом. Да. Купили ракетки с шариками для Коли. Песни. Весёлые страшненькие истории. Мишуля. Мишуль, держи тебе. Тебе, тебе, тебе. Главному игроку. Давай, положим тебе в этот самый. В рюкзак. Скоро я возвратился с ружьём на береге. Друзья хотят покушать. Пойдём, приятный. Купили мы сегодня два комплекта ложек. Нашли в хозяйственном магазине. Они прям поштучно продавались. В одном магазине четыре. Вот таких чайной ложечки. Они такие красивые. С таким каким-то журавлём или аистом на ручке. Как-то камера плохо фокусируется. Но красивые на самом деле. Вот. И в другом прям много было разных чайных ложек. Взяли 10 штук. Вот у нас кубик всё раскидывает. Вечно их не хватает. Ну, надеюсь, теперь будет хватать. Продолжаю я влог уже на следующий день. Ну, вернее, так уже завершаю потихоньку. Знаете, такие сейчас насыщенные дни, что много чего хочется снять. Я как-то не успеваю. Во-первых, я купила себе разные одежды домашние. Очень хороший сайт нашла. Но, знаете, никак не могу собраться. Вам её прям вот, ну, снять, так, знаете, показать, как всё на мне выглядит. Вот на меня одна из кофточек и штанишек на мне. Ну, мне сейчас несподручно снимать. И мест сейчас немного. Поэтому не покажу вам в полный рост. Но в прошлом видео, наверное, видели у меня в предыдущем костюме. Удобный, хороший. И знаете, что я заметила? Я же вот сейчас худею. Делюсь с вами, как я питаюсь, чтобы худеть. И даже вот на пасхальной неделе я пробовала и пасху, и куличи. Но я это делала в утреннее время. То есть мне вот на завтрак можно, ну, какие-то такие дополнения. Иногда более сладкие, более калорийные. Это всё идёт на завтрак. А ужин вообще самый лёгкий. Если этого придерживаться, то даже вот в пасхальную неделю, когда я, ну, даже несколько дней подряд прям по Пасху немножко съедала там куличек и делала в утреннее время, я совсем не набрала килограммов. Я их продолжаю терять. То есть я отслеживаю свой вес. Сейчас у меня, по-моему, 81,5. В общем, ещё полкилограмма за эти пасхальные праздники вот первую неделю скинула. Вот. Так что продолжаю я худеть. И, знаете, по одежде заметила, что вот интересное ощущение. То есть я, ну, видно, что у меня лицо похудело. Сейчас просто такое ощущение, наверное, ничего не видно. Ну, ладно, как видно. Вот. То есть оно явно стало, ну, изменилось. И фигура, знаете, она тоже меняется. Это и глазом видно, что я похудела. И одежда свободнее сидит. Даже стала немножко сползать. Но вот объёмы вот эти, которые замеряешь, там, объём груди, талии, бёдер, они очень мало меняются. И, по идее, я всё ещё в 52-м размере. Позвонили сейчас из центра «Максимум», где Ваня у нас готовится вот к этим всем тестовым экзаменам. В этом году мы подтягивали русский математику. Ну, вот в рамках всей этой программы. И, а в следующем будет уже прицельная подготовка к ОГЭ по четырём предметам. Там русский, математика, история, английский. Ну, с учётом того, что Ваня хочет на историю поступать. Поэтому те экзамены, которые, как раз, нужны будут по ЕГЭ, на эту, так сказать, специализацию, вот мы будем готовить. Я думаю, что это и к ЕГЭ тоже пригодится. В общем, посмотрим. Пока нам нравится формат подготовки. Это всё онлайн, дистанционно. То есть не надо вот время на дорогу тратить. Ваня успевает. И вот расписали уже, расписали на следующий год. Я материнским капиталом уже оплатила. И, ну, там просто более, как бы, с большой скидкой получается, если заранее покупаешь курс. И у нас будет два выходных. Ну, там вот утреннее время. Но так, что на службу в воскресенье всё-таки будем успевать, когда будем ходить. И два будних дня вечера. Вот. А сейчас я вам хочу показать, что же я купила. А, на плане одежды. Видите, мне так вот. Я просто её сразу воборот взяла. Такая удобная оказалась. Один костюмчик спортивный я вот вам снимала, когда на улице мы гуляли. Я краснём была. Такой там капюшон синего видели. Очень удобный. Прямо сел идеально. Домашние вот два костюмчика. Ну, и удобно. И мне нравится, как сидят. И качество хорошее. Потом ещё взяла для сна. Там такие две сорочки. Вот этот халатик. Ну, тоже они у меня уже все в ходу. Не знаю, как, в общем, снять. Не успеваю. Но очень качественно. Знаете, я вам ссылочку на этот магазин оставлю в описании под видео. Если я найду ссылки на вещи, которые я купила, они вот реально очень классные, я вам тоже на них оставлю ссылочки. Но показать, видите, не получается. Так как надо, что всё-таки вам всё такое красиво отглаженное, а уже всё ношу. Ну, вы будете видеть во влогах что-то периодически. Сейчас вам покажу, что мы сейчас отходили в магазин, что купили. Сначала мы догуляли до фикс-прайса. Покажу, что взяли в фикс-прайсе. Но вообще-то я заходила ради авокадо. Они сейчас как-то в перекрёстке. Не спелые, твёрдые. В общем, и взяла такие хорошие спелости. Эти авокадо, хаас во вкус вилле. Потом я взяла риет. Я иногда себе на завтрак вместо какого-то куска мяса или рыбы намазываю гречишный хлебец. А риет из этого вкус вилла, он более такой, ну, мне подходящий по составу. Вот там нет творожного сыра. В отличие от того, что в перекрёстке берём. Потом взяла две приправы. Вот для куриной грудки и бульон овощной сухой. Ну, в общем, думаю, что мне это пригодится для моей полезной готовки. И взяла вот такие медальоны. Они, видите, с каким-то овощем. С брокколи. Это медальоны из горбуши с брокколи. Ну, это вот для меня. Потом зашли мы вот в перекрёсток. Вот всякие продукты вам сейчас покажу. И зашли в фикс-прайс. В фикс-прайс я хотела взять контейнеры. Взяла вот такой. Это, знаете, я хочу свою эту полиогранолу полезную. Вот в такую банку, наверное, пересыплю. Ну, или, по крайней мере, это я приготовила, что когда поедем в какую-нибудь поездку, чтобы брать с собой для завтраков. Она достаточно объёмная, не бьётся. Размер такой компактный. В чемодан войдёт. Потому что там такие семечки, знаете, где-то на месте искать сложно. А так взяла уже. Завтраки готовы. Потом я взяла два с такими крышками контейнера. У меня в них уже такие же хранится мука и всякие разрыхлители для выпечки. Ещё взяла два, потому что у меня для выпечки ещё и всякие штуки. Какие-то добавки для украшения, там, для сухофруктов. Хочу тоже в такие же контейнеры их сложить. Потом давно я не видела. Вот тут появились из силиконовой такие формы для кексов. Вот, мне понравились. Докупить решила, а то у меня было их маловато. И всё никак не могла докупить. Потом у меня стали сейчас как-то заканчиваться контейнеры для готовых блюд. Вот не знаю, кстати, почему заканчиваются. Ну, в общем, вот несколько штучек вот таких взяла. Попробую, как они мне по размеру подойдут. Надо вообще как-то мне будет обновить именно контейнеры, потому что они какие-то у меня сильно разносортные, чтобы удобнее в холодильнике хранить готовые. Так что, в общем, вот это взяла я именно в X-Price. Теперь покажу вам продукты. Вот, начну отсюда. Здесь у меня заморозка. Вот этот рататуй. Здесь кабачки, баклажаны, перцы, помидорки, лук. В общем, это я люблю, вот, особенно на ужин, знаете, там и к рыбке, и к мясу. Какой-нибудь другой, ну, добавляю другие овощи. Вот это добавляет. Очень вкусно. И мне его можно. Так что, это у меня такое для ужина. Потом взяла вот такие для заморозки. Овощи по-деревенски. И вот такое здесь с цветной капустой, брокколи, зеленый такой строчковый фасоль, морковки. Это для овощного супа пюре. И ребята, в принципе, иногда его любят. Ну, и мне суповое пюре можно. В общем, для быстрого приготовления супа пюре. Дальше, варианты мяса. Какие я взяла, чтобы можно было, вот, ну, потому что у меня, вот, да, белок, у меня практически во всей еды идет. Ну, иногда можно там в ужин его не добавить. А так, вот, обед-то всегда, ну, и ужин часто тоже. Вот такие стрипсы из филе грудки индейки берем. Они уже удобно, чтобы нарезаны. Но я еще немножко дорезаю. Очень вкусные. Любят все ребята. Я готовлю или в сливках, или в кокосовом молоке. Ну, немножко там посолить, специи добавить. Очень вкусно. Потом еще взяла попробовать такую вот растительную котлету для бургера. Ну, решила, что мне иногда хочется не мяса, но то, что-то белковое. В общем, тут я поняла две котлетки. Попробуем. А здесь я взяла тоже на пробу котлеты из кролика и индейки. Ну, по составу мне понравились. Мне, по идее, тоже они подходят. Так что попробую приготовить, как будут ребята. Но, думаю, знаете, больше как для себя, для Коли такое что-то вот более диетическое. И вот мы уже брали с Андреем. Мне очень понравилось. Взяла еще раз из филе бедра, по-моему, куриного. Такие два, как они называют старые, ромштекс. В общем, какие-то два ромштекса. Такие, как котлеты отбивные. Не знаю, как это правильно назвать. Но они вкусные. Так что, в общем, приготовлю себе Андрею. Это нам вот на этот обед, я думаю, или на ужин. Ну, в общем, один из вариантов белковой пищи. Потом взяла для Коли с Андреем вот такие вот йогурты фисташковые, гранолы. Я вам уже показывала, такие покупаемые. Коля очень любит, и папа наш любит. Потом для Коли еще вот такие его детские творожки. Вот такой творог. Я-то из него же и Пасха варила. Ну, ребята периодически едят на ужин творог у меня. С вареньем. Ну, я им даю. Мне-то нельзя. А им как-то я не стала сильно менять их пристрастие. Добавляют они к этому вот такое обычно малиновое варенье. Взяли тоже. Ну, еще одну баночку, а то скоро закончится. Потом взяла тоже для них халва в шоколаде. Такие батончики вкусные. Им нравятся. Ну, тогда какой перекус, если вот. Или проголодают, или с собой взять куда-то захотят. Конфетки взяла. Они такие из полезных всяких продуктов. То есть, темного шоколада, с вишнем, каким-то конфитюром. Там, с каким-то сахарозаменителем, не с сахаром. Ну, в общем, вот, чтобы было немножко такой сладости полезной. Иногда я, бывает, одну конфетку на завтрак съедаю. Но редко. Ну, в общем, чтобы было. Малину взяла. Там, положу сейчас в морозилку, замерзнет. И понемножку добавляю утром в свой завтрак. Вот. И еще Андрей взял хумус. Вот. Ребята, в принципе, любят. И Андрей тоже на хлеб мажет. Взяли хлеб. Белые это ребята любят. И черный. И ребята едят. И Андрей вот такой взяли. Марьин. Он бездрожжевой. И взяли помидоры черри, медовые. Ребята их любят. Моем. И, в общем, на обед Коля очень любит. Ваня тоже. Ну, и остальные ребятки тоже подъедают. Так что вот такая у нас закупка. Хочу с вами еще поделиться своим обедом. Вот, посмотрите, у меня на обед суп идет. Ну, суп-пюре. И некое второе блюдо. Здесь у меня тыквенный суп-пюре. Быстро очень готовится. Я чуть-чуть тыкву обжариваю кубиками кокосового масла. А дальше добавляю кипятка и варю. Ну, совсем немного, там, минут 10 она варится буквально. Дальше добавляю немного кокосового молока или сливок. И взбиваю блендером. В готовую я добавляю, видите, у меня посыпано псиллиум. Вот такая вот упаковочка. Это шелуха, подорожник. Она, в общем, такая типа отруби. Вот. И еще посыпаю тыквенными семечками. А основное блюдо у меня это кинуа. Здесь у меня индейка в кокосовом молоке, приготовленная с карри. Здесь разные виды зеленого салата. Текил, руккола и обычный свежий огурчик. Сейчас еще немножко полью растительным маслом. И все, вот мой обед готов. А ребятам, видите, я разное готовлю. Тут вот куриные котлетки, спагетти, ваню индейку я захотел. Натерла им сыр, помидорки, несколько видов салатов. Кто хочет со сметаной, кто хочет с растительным маслом. Но это для Андрея, скорее всего, с растительным. А Андрею, ну, практически как у меня. Вот такое блюдо, но он супчик не захотел. Так что так. Вот, разложила по новым контейнерам то, что у меня было в россыпи. Вот здесь, видите, у меня разные посыпки, там, для куличиков. И сахарная пудра, в общем, для такого украшения. Вот, так что это у меня один такой контейнер получился, закрываю. А второй у меня получился всякими орешками, сухофруктами и специями. Здесь вот мускатный орех и кардамон. Здесь у меня грецкий орех. Кстати, можно будет поменьше мисочку взять. Хотя я потом куплю, досыплю. Всякие вот инжир, миндаль, изюм. Ну, в общем, то, что для куличиков и для пасхи, собственно, тоже у меня шло. Хочу еще потом один рецепт кулича попробовать. Поэтому тут как раз инжир для него и грецкий орех оставлен. Так что вот, два таких контейнера. И я их сейчас поставлю вот сюда на полочку. У меня здесь, видите, мука в таком же хранится. Очень, кстати, удобно. Там стаканчик лежит, наверное, сразу. А там чуть дальше такой же контейнер. Там разные разрыхлители, дрожжи и ванильный сахар. И вот как раз четыре контейнера сюда хорошо встают. А здесь у меня мука. Там за ней рисовая мука и немножко консерв. Ну, вот показываю вам конечный результат. Видите, хорошо вписалась. И удобно будет брать. Просто вынимаешь контейнер, то куда-то там все поштучно, навалом, неудобно. Вот. Ну, а здесь у меня, в принципе, порядок. Единственное, тут, конечно, надо будет подразобрать вот всякие формы. Вот, кстати, тоже думала, как-то форму удобнее организовать. Но сейчас посмотрю, как будет все организовываться. Может, еще прикуплю какой-нибудь контейнер удобный для них. И тут еще у меня запас муки, так как решила куличи попечь, ребятам. Вот в запасе две упаковки стоят. Но пользуюсь именно той, которая в этом контейнере. Ну, просто очень удобно. Помыла я формочки. Помыла вот эти вот вставочки. Ну, такие формочки для кексов силиконовые. И знаете, мне понравилось вот в такую форму, тоже силиконовую, вставлять вот такие. И вынимать тогда можно прям, ну, как-то удобнее. И такой край красивый, как гофрированный у кексов будет. В общем, сейчас такие сырника кексы творожные сделаю ребятам. А вам показалось, что вот уже помыла и начинаю использовать. И помыла, видите, здесь все вот эти контейнеры. У меня еще тут Коля эти формы для выпечки тоже все запускала. В общем, все перемыла, все сушится. Вот, и сейчас буду готовить. Но это я вам сейчас уже не буду снимать в предыдущем видео. Было как раз такой рецепт, и как я готовила творожные кексы. Буду заканчивать уже свой влог. Потому что уже вечер. Мне еще надо успеть будут смонтировать, выложить, чтобы вам к среде влог уже вышел. Вот, хотела вам уборку поснимать. Но пока не собралась. У нас вот была выходная неделя прошлая, пасхальная. Были каникулы ребят в школе. А сейчас уже все, будние дни. У Коли с этим его сном, всякие странности, странные передвижения. Поэтому пока никак я с утра не нашла временную уборку. Потому что позавтракали, а дальше уже и гулять. Ну, в общем, как-то так. Вот, надеюсь, в ближайшие дни у меня все-таки получится. Потому что мне нужно до разобрать. То, что я доставала для творчества, для готовки такой пасхальной. Оно у меня так на поверхностях лежит. Хочу все это убрать уже на хранение. Потому что какие-то подделки я уже не буду делать. Я уже все украсила, что хотела. Уберу до следующего года. Готовку тоже организую. Вот и контейнеры докупила удобные. Так что, думаю, в ближайшие дни будет у нас с вами мотивация на уборку. Надеюсь, все получится. Вот, желаю вам всем хорошего самочувствия, хорошего настроения. С праздником вас продолжающимся. Чтобы светлое ощущение было и у вас на душе, и у ваших близких. Так что продолжайте дарить любовь и заботу вашим близким. А я с вами на сегодня прощаюсь и жду вас снова к себе в гости. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok